Мой сын из очередной командировки на сей раз в Челябинск привез новые фото и видео. Они меня очень заинтересовали и я открыла для себя новое заповедное место в России, куда можно отправиться туристу. Примерно в 150 километрах от Челябинска, если ехать на машине, находится национальный парк Таганай. Это огромные территории, включающие в себя леса, горы, реки и болота. Любители походов и ночевок в палатках приезжают сюда со всей страны, чтобы провести несколько дней на специальных стоянках, приютах, а еще эти места привлекают уфологов и прочих любителей всевозможных аномальностей. Впрочем, и для семейных прогулок в солнечный выходной денек он тоже отлично подходит. На въезде туристов встречает баннер с краткой информацией о Таганай. Справа от баннера находится центральная усадьба, небольшое административное здание, оно же касса и магазин сувениров. Первым делом идем туда. Прежде чем отправляться в сам парк, необходимо заплатить за вход и зарегистрироваться. Плата за вход для жителей Златоуста и окрестностей, она символическая, 10 рублей. Для всех остальных 100 рублей с человека. Регистрироваться необходимо для того, чтобы работники парка и лесники знали, сколько человек ушло в горы и сколько вернулось. Не забудьте на обратном пути снова зайти к ним и зарегистрировать выход. Хотя не уверена, что если вы этого не сделаете, все так и побегут на поиски. Ну вот, теперь, когда все формальности улажены, можно идти. Вам предстоит пройти примерно 5-6 километров. Первый километр напоминает любой городской парк. Это главная тропа, довольно широкая и утоптанная. Здесь часто встречаются разметки на деревьях. Одни указывают расстояние от центральной усадьбы, а другие понятны только самым осведомленным. Возле одного из муравейников установлена вот такая табличка, а на деревьях висят кормушки с памятками. Чем дальше идешь по тропе, тем она становится уже, а знаки разметки встречаются не так часто. Зато появляются вот такие указатели. Тут тропа разделяется на верхнюю и нижнюю. Поскольку мы идем к каменной реке, нам нужна нижняя тропа, которую еще называют старой Киолимской дорогой. А вот и первый ручей. Здесь их несколько, и все можно перейти по деревянным мостикам. Сами ручьи небольшие и неглубокие, но их дно и берега покрыты вязкой грязью, в которой нога моментально проваливается. А вот уже препятствие посерьезнее. Река Большая Тесьма. Ее тоже переходим по мостику. Идем к Белому Ключу. Еще немного и, наконец, указатель в Большой Каменной реке. Вот так идешь, идешь по тропе, и вдруг начинаешь замечать, что с левой стороны вместо леса вдруг что-то белеет за деревьями. Вот так выходишь из леса, и бабах, камни. Камни, камни, камни. Вот она, наконец-то, Большая Каменная река. Огромные камни весом до 10 тонн лежат ровно, будто дорога, посыпанная гравием. Ну, или речка, стекающая с гор. Вон там, наверху, видите, она стекает с горы. Куча камней. Решайник. Как река. Так называется, каменная река. Национальный парк Таганай. О, какая красота. И водичка журчит снизу. Пройдемся чуть-чуть. Вернуться можно. Таганай. О, большой камень. Вот здесь я и прилягу. Местная царевна-лягушка. Это каменная река. А под этой каменной рекой течет настоящая водная река. Ее вот здесь слышно. Такое чудо природы тут у нас на Южном Урале, на хребте Таганай. Слышите, да? Слышно? Вода под каменной рекой течет, конечно, ее тут не видно, она там глубоко, вниз глубоко течет. Ну, слышно. Вот такая вот уникальная каменная река здесь у нас на Таганай. Длина каменной реки примерно 6 километров. Ширина в некоторых местах достигает до 700 метров. В одном месте между камнями насыпана тропа, чтобы можно было пройти спокойно, а не лезть по камням, что довольно опасно. Если прислушаться, можно услышать журчание воды, который течет под камнями. Но это очень глубоко. Камни лежат друг на друге еще на 4-6 метров в глубину. До сих пор никто не может точно сказать, как образовалась каменная река. Одни считают, что это сползал с горы Ледник. Другие уверены, что камни медленно скатывались вниз в результате разрушения гор из-за выветривания. Третьи вовсе приписывают сюда вулканическую деятельность и землетрясение. Как бы там ни было, представляете, какой стоял бы грохот, если бы с гор внезапно стали катиться тысячи огромных камней, сталкиваясь друг с другом. Привет вам из этого удивительного пространства.